Славься, Славься, Славься! Во имя Отца и Сыны и Святаго Духа, всех вас, возлюбленные Господи, братья и сестры, сердечно поздравляем с воскресным днём. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали призыв Господа, обращенный к каждому из нас. «Ищите прежде всего Царствия Небесного и правды Его». И тогда всё, что нам необходимо и потребно в этой земной жизни, приложится нам. Эти слова обращены к каждому из нас, но не каждый имеет мужество следовать им в своей жизни, потому что для того, чтобы действительно возложить всё своё упование на Бога, предать себя воле Божией, предать себя, что называется, в Руце Божией, нужен и духовный разум, и духовный опыт, и определённое мужество, потому что каждому из нас хочется иметь некие гарантии своего земного бытия, своего будущего, гарантии безопасности, гарантии того, что и сами мы, и наши ближние будут обеспечены всем необходимым. И вот в стремлении к обеспечению этих земных гарантий, этих земных благ, очень многие люди забывают о том, что именно Господь является источником любых благ, как не только небесных, но и земных, и что никакая земная сила не сохранит нас от зла, если Господь не встанет на нашу защиту, а Господь встает на нашу защиту в том случае, если мы, совершая некий нравственный выбор, встаем на сторону правды Божией. И вчера, дорогие братья и сестры, мы с вами, наверное, все, как и вся страна, пережили некий шок, потому что, проснувшись утром и включив телевизор или открыв иные источники информации, мы увидели, что фактически в стране происходит мятеж, угрожающий всему, не просто нашему благополучию и спокойствию, но и самому государственному строю нашего Отечества. Этот мятеж вдвойне опасен и коварен по той причине, что происходит он в те времена, когда наше Отечество ведет боевые действия, когда наши воины находятся на передовой, сдерживая атаки противника. И мы видим, что во главе этого мятежа встала некая организация, которая присвоила себе право судить и решать за нас нашу участь. Вот несколько слов об этом хотел бы сказать. Не думал, что когда-либо придется мне об этом говорить, тем более сам воно, но, видимо, сейчас такая ситуация, что и молчать об этом было бы неправильно. Многие из вас знают, что в начале года, в феврале месяце, мы с нашими собратьями совершали поездку в зону боевых действий, и там посещали многие воинские части, подразделения, служили молебны, причащали бойцов святых истовых тайн, совершали таинство исповеди, причащения, и везде нас принимали, что называется, с распростертыми объятиями за исключением подразделений Чевыкова, которые ссылались на то, что у них очень строгий внутренний устав, который не предполагает присутствия священнослужителей в их частях. Ну, что ж, не предполагает, значит, не предполагает. Однако, вот многие священники, которые совершали свое служение в этих местах, говорили нам о том, что многое, что происходит внутри этого подразделения, вызывает у них беспокойство, вызывает тревогу, а именно то, что главным образом среди руководящего состава этого подразделения распространены некие псевдорелигиозные, по сути своей, языческие, оккультные верования. И действительно, если мы посмотрим даже на эмблему Чевыкова-Вагнар, где присутствуют пять неких слов, очевидно ключевых, для идеологии этого подразделения, первое из этих слов – это кровь. Дальше следует честь, справедливость, родина, отвага. Здесь все понятно и не вызывает это никаких возрождений. Но почему кровь на первом месте? А потому что понятие крови отсылает нас вот к тем самым языческим культам и жертвоприношениям, которые совершаются именно с пролитием крови. и это именно то, против чего всегда боролась Церковь Христова, которая совершает бескровную жертву. Мы с вами за Божественной Литургией молимся о том, чтобы хлеб и вино, которые находятся на престоле Божьем по молитве Церкви, были бы сотворены в тело и кровь Спасителя. Это таинство совершается за каждой Божественной Литургией, но при этом не проливается никакая кровь ни животных, ни тем более людей. А вот те оккультные организации, которые, к сожалению, основаны на неких языческих, мистических идеологиях, они вновь пытаются возвратить те культы, с которыми боролись целое поколение наших предков, священнослужителей, монахов, мирян. И вот теперь, к сожалению, находятся люди, которые целью своей жизни полагают восстановление этих древних культов, в основе которых, по сути дела, лежит служение сатане, служение духом, злобы поднебесной, служение идолам. И ничего удивительного нет в том, что тот человек, который провозгласил целью своей жизни служение этим культом, оказался сам подвержен одной из тяжелейших демонских страстей, страсти властолюбия. Властолюбие. Иначе это никак нельзя назвать, никак нельзя определить, когда человек в угоду своим амбициям ставит под угрозу не просто стабильность страны, но само ее существование. Вот очень важно задуматься всем нам, дорогие братья и сестры, извлечь урок из этой ситуации. А урок очень простой, и он заключается в том, что великое дело защиты отечества не может быть поручено никаким частным компаниям. это общенациональная задача. И здесь невозможно откупиться, заплатив деньги неким частникам, почивать на лаврах и думать, что эти люди за эти деньги выполнят эту работу. Ничего подобного. Эти люди может быть и совершив некие даже воинские подвиги, потом снова придут к нам и скажут, что денег нам недостаточно, мы хотим иметь власть здесь, над вами, над этой страной, над этой землей. А деньги это только лишь инструмент, это некий промежуточный этап. и вот дай Бог, чтобы вот эта встряска, которая вчера так вот всколыкнула весь наш народ, послужила бы и к некоему духовному вразумлению. В том числе относительно того, что ни в коем случае нельзя заигрывать вот с этими культами, с этими ритуалами, в основе которых, повторюсь, лежит идолослужение, служение сатане и ангелам Его. Пора бы уже сделать вывод всем наипаче же во власти сущим тем людям, тем людям, на которых лежит бремя принятия решений, бремя ответственности за страну, что невозможно и недопустимо, особенно в те времена, которые мы переживаем, вот давать свободу таким формированием, которые, прикрываясь некими благими целями, по сути дела, преследуют цели совсем иные, враждебные нашему Отечеству, нашему народу и в конечном итоге Церкви Христовой, потому что не может быть ничего общего между Христом и Велиаром, как об этом нам говорит апостол Павел. И дорогие о Господе братья и сестры, нам не только нужно сохранять спокойствие, как к этому нас призывает Святейший Патриарх, но, конечно же, и усилить молитву о вразумлении народа нашего, потому что, к сожалению, вот это семя язычества, оно отнюдь не изжито, оно продолжает не просто давать свои горькие плоды, а своими метастазами поражает народный организм, тело народа, и не только тело, но и душу. Вот поэтому в этот светлый воскресный день, день Святого Петровского Поста, давайте задумаемся над тем, что произошло, по милости Божией, вроде как данная конкретная ситуация разрешилась, однако не нужно думать, что опасность преодолена, и больше не существует. Повторюсь, нужно сделать всем самые серьезные выводы. И вновь и вновь обратившись к истории нашего Отечества и нашей Церкви, мы видим, что не случайно держава российская всегда опиралась на Церковь Христову, а Церковь Божия в лице государства имела надежного покровителя. Именно так и строилось здание государства российского, именно так и народ наш возрастал духовно, укреплялся в понимании неразрывности своего служения земного и небесного. И вот не дай Бог, чтобы когда-либо нарушилась вот эта связь между земным и небесным, которые все-таки присутствуют в душах наших людей, благодаря Церкви, благодаря молитвам святых и добродетелям праведных людей. дай Бог, чтобы те ситуации, ситуации подобные той, которая совершилась вчера, не повторились никогда более. Мы знаем из печального опыта нашего народа, как это было в 1917 году, когда уже Российская империя стояла на пороге победы в мировой войне, вот эта внутренняя смута, внутренний мятеж, революция свела на нет все героические усилия нашей армии. Да не будет такого более никогда вовек. Надо учиться извлекать выводы из тех уроков, которые дает нам наша богатая история. А ведь история это не только некое повествование о том, что было, но и указание на то, каких ошибок мы должны стараться избегать в будущем. Если мы люди разумные, если Господь дал нам сердце и разум для того, чтобы осмысливать и осознавать те порой трагические события, которые имели место в истории нашего Отечества. Да хранит вас всех Господь молитвами многих святых земли русской, память которых ныне мы совершаем. Слава Богу, что в каждом городе, в каждом регионе нашего необъятного Отечества есть святые люди, которые возносят свои молитвы ко престолу Божию о том, чтобы наше Отечество хранило веру православную, в которой есть Ему утверждение. Аминь.